Лера, как ты там? Я хорошо А что тебя не видно? Что тебя? Сейчас, раздейте секундочку Так Ну-ка А, ты че? Все И получается? Вот Вот, теперь видно Это меня куда-то надо вот сюда его поставить Ну давай, говори, время, зря не теряй Я Сергею Козлову дал послушать свой звонок со Штаглова-Патрас Насчет книг Я посмотрел ваше, это, видеоролик, когда вы с ним говорили Вот последний И он послушал, предложение такое сделал Говорит, давай это Обзвоним все библиотеки по стране Вот И запишем, что говорят люди Сейчас мне звонил этот Михаил Батугин Который пытается там что-то делать Все, приняли, расписались, довольны И вдруг одновременно, почти отсюда, где приняли Стали говорить против Он что, может обратиться там в Министерство культуры И, так сказать, все же это беззаконие сплошное Как это так? Лишают людей такого сокровища Я говорю, я на это не иду Потому что Один из вариантов тот, что Министерство культуры скажет Книги Лапкина ценные, не экстремистские, полезные И Принимайте свободно Повелевать они не могут Решает каждая библиотека Но если даже они и примут Эти книги будут задвинуты в такой долгий ящик Подвал, что там никто их не будет видеть Я начинаю работать сам с библиотекарями И даже если приходят попы Такие, как у вас там где-то в Тимиртау Ты пришел, он посидел И сразу попятился, они ему не дали И все кончилось Вот это самый конструктивный, продуктивный подход Работать Работать с библиотекарями Работать с народом И уезжая, мы должны видеть посреди тьмы Свет В том месте, где мы были Люди должны меняться Если священники едут После них священники должны быть другими Ну я, Мирянин, был бы ты священник Ты бы ничего не сделал-то А ты священники, которые что-то делают Вот сейчас третий вариант Наши Это их беседы И наш разговор с Сергеем Когда батюшки там у него были Только что сейчас Сергей Козлов выставил Уже два раза выставляли Я выставил сначала, как вот Володя снял Вот он стоит А второе Меня попросили выставить автозапись У меня везде ведется автозапись Вот сейчас это Володя снимает И одна автозапись уже идет Независимо от меня Это здорово очень Когда Володи нет, она сама И дальше Сергей там снимал У него там настроено И вот теперь он это все выстроил Но мне жалко, что на первый, на второй вариант Были отзывы И эти отзывы теряются Я сейчас только минуту вторую Назад я там выставил Первый свой отзыв Что вы всегда копируете, что пишете Я вот стараюсь Все, что я пишу, я копирую Копирую и годами Оставляю Это занимает место мало-мало Там мегабайт какой-то Ну, много страниц Полтора мегабайта Полтора мегабайта Это 750 страниц Ну, где ж это напишешь-то Это только от лени матушки Которая прежде нас родилась Люди Да ну, да зачем, да как Значит, ты не ценишь свои слова Ты сам определил Стоимости у них никакой нету Ты их вышвырнул Как у меня один тут был Приехал издалека Разрешили ему Он получил письмо И, гляжу, он выбросил его в ведро Большое письмо Я взял Я говорю, это, Слава, твое письмо Да от кого оно? От мамы Прочитал Так я его прочитал Как? Прочитал и выбросил Ой-ой-ой И я понял Этот человек ничем не будет Ценить ничего Беречь не будет Так все и получилось Ну, как так? Я вот ездил, где раньше были Собор Василия Блаженного Запускали по билетам И Саакевский У меня билетики даже все Где я ездил Поэтому, что бы ни говорил Я все печатал И копирку себе Копию себе оставлял У меня переплет Из своих писем И которые приходили Я просто говорю Что это необходимо Эпистолярное наследие У людей Никакое Отсутствует А по письмам Частное письмо Титу написал Вот А мы его По-другому Маленько сделали Чтобы придать значимости А значимость даже без заголовка Приняли бы Посланник евреям Вообще без подписи Оттолкует Уже ждут нас А мы уже заждались Думали Не приедете Вот Это мы тогда успевали Многое сделать Когда ездили на Дальний Восток Нет Не на Дальний Здесь мы Ну там Красноярский край Иркутская область Вот Вот я думаю Всегда нужно Присутствие человека И при том Расположенность А указ сверху Это можно сделать Можно добиться Можно заставить Но какой результат будет Я не наставил Что именно Но в конце концов Я сказал Пиши Пиши в министерство Кому Сочтешь нужным Но главное Это молитва Молитва Все То есть она ничего Молитва не значит Но Бог Бог все значит Ну а молитва Это тот канал Через который Мы имеем доступ К милосердию В благодати Божией Я понял Вас Игнатьевич В общем Еще один Это Момент Я уже заодно Раз уж с вами Это разговаривали Я прочитал Недавно Что Не знал об этом Святой Ефрем Сирин Завещание у него есть Он писал Завещание Я Ефрем Я Ефрем Умираю И пишу Завещание И в этом Завещании Он много раз Клянется Клянется Снисходящим На гору Синайскую Клянется Единым Клянется Могуществом Клянется Клянусь Богом Говорит Меня удивляет Упорное Обстаивание Клятвы И почему Получается Что Со самых Древних Времен Уже Христиане Не гнушались Клясться И не поверят Какими он То он Разбивается Читает Поддельный Может быть Апокрив Но никуда Не можем Никакой книги Не можем Прилепить Решили В Златоуста В его корочке Затолкать Так и здесь Меня это Нисколько не трогает Ну Допустим Он говорил И перевели Правильно Ну и что Он за это Ответит Это явное Нарушение И Притом Очень большое Господь это Карает И Вы клянитесь Тогда Клялись А я говорю А я То есть Это совершенно Не знает Ущение Христа И в монашестве Это было Сплошь и рядом И когда Я насчитывал 12 томов Святого Дмитрия Ростовского Жития святых То там Встречается Клятво Сплошь Я в колокольчик Бил Ударю Внимание То есть Я не Считаю нормально Потом возьму И ударю Он передо мной Висит Что Обратите внимание Здесь опять Заскок Иногда я ударял Два раза То есть Это прям Совсем никак Иногда даже Три раза То есть Совершенно Безбожно И они Принимают Иначе Можно Можно я скажу Давай Брат Михаил Мир тебе Я тут Недавно Златоуста Читал Вот И там У него написано О клятве Это второй том Первая книга Беседы о статуях И почти в каждой Беседе о статуях Есть о клятве Зайдешь в интернет Там найдешь А Игнать Тихонович У меня есть Он там все Собрал Ну да Вот Кистему православию Да Я просто говорю о том Что Мне вот лично Трудно Разговаривать с православными Потому что Они все время Находят Какие-то отговорки Ссылаясь На каких-то авторов Вот допустим На Ифлема Сирина Или еще на кого-то И поэтому Практически Они остаются Перед своем мнении Не обращая внимания На священное писание Вот я просто говорю Что они Вот я зашел На сайт Максим Сейчас скажу вам Какой сайт Чекундочку Да не надо Неважно на какой Говори дальше Время не трать На злобу дня Вот это вот Но И И там о клятве Священник говорит И Он вот Как вы говорите Он Приводит В удостоверение Своего Так сказать Понимания Вот это вот Поправдание Вот это вот Своего понимания Что кляхться можно Он Приводит многих И Азлатауста Приводит Там Вырванные из текста Из контекста Я так понимаю Слова Какие златоуст мог Говорить слова Ну-ка скажи мне Конкретно Когда Я переписывался С Альбом Лебедевым Это к истину православия Мой ответ ему И он говорит Вот говоря о клятве Вы не приводите Ни одного места Дескать Ничего не можете сказать Я ему как Сыпанул оттуда На полстраницы Том страница Том страница И все Захлебнулась Наша переписка Даже ни одного Оба слова Ян златоуст не сказал Мы все равно знаем Клясться нельзя Господь говорит А вы не клинитесь вовсе И Яков об этом говорит Ни небом Ни землей Ни головой Ни чем Ни чем Что проповедовали Апостолы И больше не надо Ничего говорить Ты зайди на мою позицию Кого Бог предопределил Тех предопределил Он не предопределен У него другая прописка Он совершенно не знает Где он будет А будет только там Где нарушители Божии бывают После вечности И говорите с ним не о чем Ты приведи одно только место Вот которое я говорю Евангелие от Матфея Этого вполне достаточно Потому что авторитетнее Слов Христа Пока на земле Ничего не было А вот Если тебе не верят Златоуст говорит То и клятва не поможет Тебе верить не будет Я вот находился В таких трудных местах Где меня никто не знает Но меня сразу узнали Что я верующий Входя в камеру Я сразу Широко перекрестился Мир дома сему Сразу Тишина А тут человек 70 В камере Подойдет старший Там пахан Что за какое И тут же сразу Справки наведут Так ли это Что я сказал Не приведи тебе Бог Что ты сказал Это не то А ему сразу сказали А это из Барнаула Привезли Папа там Батюшка Они все Отец Игнатий Отец Игнатий Сразу куда меня положить И вот Они знают я верующий Я им говорю об этом И если я сказал А я не клянусь Они понимали Это слово Тверже камня Я сказал Он не понимает Тебе же сказали Что человек повторять не будет Они сами уже Принимают то Что я сказал И понимают Слово мое Неизменное Почему Потому что Это слово Божие Я цитирую Меня часто спрашивают Из контакта Там администраторы Модераторы Переносят Ко мне Вопросы на форуме Задают Одними местами Писания Иногда отвечаю Ни слова Беру Божим Афигулах Скопировал Дал и все Сейчас показывает Как патриарх Кирилл Макушку Мочит ребенок Ребенок Как бы на спине Его держат И показывают Ну ты видел эту фотографию Ну и что Вы после этого Еще будете Патриарха Поминать Да мы его Не поминали Никогда Поминают Когда у нас Приезжает архиерей Московской патриархии Потеряевки Здесь он ни разу Не служил В Барнаульской Крестовозвиженской Ощади И там они поминают Ну и ничего В этом нет Каноническое Общение Допускается Акт о каноническом Признании Мы все это Приняли Ну и все Они считают А мы не считаем Не поем Ну и что Он живой Патриарх Расположено Почину Прочитали Мы А в храме Поминайте Никогда А вот он Теперь так делает Да что же это делать Он какой пример Дает Я ничего не отвечаю Открывая Пятидесятое Апостольское правило Которое Очень четко Даже Ну даже не выскажешь Насколько четко Ясно и говорит Вот Пятидесятое правило Сейчас я тебе Вот только Вот Ткну И больше К этому Добавлять Не еще Вот открываю Библию Вот она Вот апостольское правило Вот я сейчас покажу Володе Смотри Считай Апостольское правило Открываю Пятидесятое правило По этому правилу Поступайте Если кто Епископ А он Епископ Или Пресвитер Совершит Не три погружения А единого Тайна действия Это на одно погружение Только за одно А у него Ни одного нету Давая Моя смерть Господня Да будет Извержен Ибо не говорил Господь Смерть мою Крестите Но Идя Научите Все народы Крестья Их во имя Отца И Сына Святого Духа Матфея 28-19 Все Так а что делать Да ничего нет Его запрещать Служение И весь соблазн Кончился Как Сергий Радонежский Там благословил Вот он там Сказал То другое Монаха Подправил А вы не верите Сергия Радонежская Нужно было Немедленно запрещать Служение И все Ну Отошли бы От него Больше Он на покаяние Отослали бы В дальний монастырь И больше Кончилось Они это беззаконие Муссируют 500 лет Что я могу сказать Слова Христа Не знаю Иоанн Златоут Говорит Я тебе привожу Глаголы владыки Неба И земли А ты мне Чужие грехи Это говорит Неравно Неравно Я тебе говорю То что Господь на суде Божьем Представит А ты говоришь То что предание Все непосредственно К преданию Сейчас там я слышу Один разговор ведут О 44-м псалме Вот Вышла царица Слава Щерия И все относит к Богородице Это настолько надуманно Совершенно Не касается Нет Лепят друг о другом Боруют Как лжепророки Это о церкви Говорит С Иерусалимской О церкви Костяна Можно сказать Там Макбогородица Но не наставите никогда Они там Называют Православным Вот у тебя написано Православный У меня там Так называют А православный В анкете А эти Христианин Хотя он Адвентист Седьмого дня Другой там Мормон Все Все христианин То есть Скрывают себя Лукавят Ну Слова такие Лукавые Нужно Определенно Щетко сказать Так Сказал наш Господь Дай аминь А неверующий Богу Представляет Его лживым А вот за это Ты уже ответишь Что Бога Представляешь Лживым Господь Мы верующий Мы верующий Несем Мы для них Запах Живителя На жизнь И смертоносный На смерть Это в святах Есть такое Качество И она Одних убивает Там Разные Мегробы А добрые Оживляют Все Определенно Патриарх Запрещен Так он Не запрещен От меня Это не зависит Я сделал Все возможное Патриарху Посылал послание Он Приговоренный И он Отсюда Может быть Нырнет В огненное озеро Еще я Теперь буду Только молюсь За него Что Господи Вразуми его Чтобы это Безумие Патриарше Остановилось Он же понимает Какой пример Дает А почему он Так делает Да потому что Он некрещеный Он этим Как бы Закрепляет Ну вот такой же А те будут говорить А моего сына Сам Патриарх Крестил Да ему ли Этим заниматься Когда рядом Стоят два Метрополита И там Мать стоит Улыбается Наполовину Закрытая голова И чего Спрашивать с них Павел Говорит Меня Господь послал Не крестить А благовествовать И крестил ли я Кого Дом Стефана Ахаи Там перечисляет А крестил ли Кого больше Я не знаю А сегодня крестить Да нет крещения Мерзость одна Я тебе на скайп Там Или кому Другим там Вот эти слова Что там Минские Другие говорят Вот это ты Прислал Так Вопросы Ну Игнать Тихонович Мое понимание Такое что Беда Это все в том Что Епископы Должны были Следить за тем Чтобы Слово Господне Неукоснительно Соблюдалось И Интерпретации Никаких не было В угоду Своим Политическим Или еще Каким-то Желанием То есть Именно Вот это Господь говорит Я говорю И все На этом Значит Это все Должно стать Раз Господь Говорит Значит Никаких Можно Размышлять Можно Молиться О том Чтобы понять Слова Господа Но Неукоснительно Соблюдать И не Перевирать По своему Переговаривать По своему Как бы так Так ведь Да Именно так И однажды Это усвоив Никогда не отступай Не просто Теоретизируй А ты работай В этом направлении А они не принимают Ну это большое поприще Пиши Говори Проповедуй Ну а как радикально Как Ты нашел Где крестить Ты приехал Потеряевку Принял крещение Так вот таких Потеряевок Надо чтобы Побольше было И не разговаривать Он не делает Ну не делает Ну не делает Ну и что теперь Значит Я должен делать Как Крестить людей Они не крещеные Моченые Это не крещение Это обман Это профанация Это фикция И все К нам приезжают И иереи Там и романахи Покрестятся Уезжают Да как Как же он там До этого Литургией Служил А куда Она теперь Причищался А куда Никуда Раскудахтай Как петух На нас есть Раскудахтался Я говорю Вчерашний Бог Рассудит Ты дальше Делай как есть Когда нет Говорит Знания Нет закона То и вина Другая будет Ну а ты чувствовал Что-то не так Да я чувствовал Ну а чувствовал Тебе больше Ничего не надо Теперь Притвори Это в действии Да Слава Богу Вот я думаю Что Опять Это Что Сейчас увеличилось Число Смотрящих И слушающих Маленько Повыше Маленько Голову Вот того Смотрящих И слушающих Увеличилось Количество Я смотрю на канале У вас там Это Больше стало Людей приходить И выступления Допустим Наших Братьев Где-то там И в моем мире И в живом журнале Они способствуют Тому Чтобы люди Начали задумываться Они Пришли к тому Чтобы они Посмотрели Что внутри В нашей Ограде Церковной Не все в порядке То есть Это как источник По капле Пробивать должен Пробивает Я думаю Не все в порядке Не так На многое Штаны Не видим в храме Вот у меня Стихотворение Виктор Николаевич Поет Мы говорит Все исказили От попрошаек Лгущих у ограды До батюшки С дарами До батюшки С дарами Все искаженное Благодарю Игнать Тихонович Что вы Это Поговорил с вами У нас ведь Как Апостол Павел Говорил об одном Человеке А это я беру О целом обществе Вся голова В язвах Изъязвлена От подошвы ноги До темени головы В православии Все не так А почему Потому что В ней течет Берева Сталинская кровь Патриархии Они ее образовали С определенной целью И они выписывали Они таких же себе Поставили И идут Эта патриархия Она даже так и Назвать Не московская А Берева Сталинская Надо называть Как сталинские Соколы были Ворошиловские стрелки И Патриархия Берева Сталинская И все на этом И тогда вопросы Отпадают Они делают Так как научены А что делать Как что делать Которые связаны Были Властью С властью И всех под запрет Всех Особенно такие Как патриарх Они должны быть Под запрещением В монастыре Я уж не знаю Даши Пусть синод решает Я просто знаю Что так нельзя Они должны Уйти в затвор И нигде не появляться Они заразные Ну а остальные Остальные Которые не связаны Должны написать Об этом Как в думе Приняли закон Не принимать Анонимные письма Жалобы И все Подписи нету В корзинку И даже не считай Так и должно быть Если мы верующие Мы христиане У нас выход всегда есть Ко Христу К священной Писании К святой Библии А этого нету И они этого не знают Не знают даже Когда говоришь Ну это когда-то было Слова Библии Когда-то Канон Это когда-то было Самое ценное То что сегодня Они ни в чем себе Не отказывают Это люди земные Я говорю Всегда нужно Два вопроса поднимать Духовное рождение Свыше И водительство Духом Святым В этом все Если этого нет Ничего нету Это пустое шатание Как мне На днях один Я говорю Что у тебя Ни фотографии нету К слову сказать Ты себе вставь фотографию На скайпе Ты что ты такой Я? Да ты Фотографии там нету А то я с тобой Стукну тебя там Я сегодня всех У кого нет фотографии Выбросил У него там есть фотографии? А я думал, что у меня есть фотографии С видеокамерой он стоит У него есть фотографии? Где есть? На скайпе? Да, на скайпе Вот сейчас ты По-моему нету Посмотри Есть, есть Вот перейти Знаешь, я думал, что есть Хорошо, посмотри Посмотри Если есть, значит есть А если нет, значит нет Что ты говоришь? Говоришь Я вот где-то видел Так, это кто вот это? Ну это другие какие-то Это кто вот это? Михаил Кальмаев Ну Михаил Кальмаев Никакой фотографии У вас там несколько штуки Михаила Кальмаева Два или три Так этого можно убрать? Ну я не знаю Михаил, почему у тебя там другие есть? А наверное я раньше делал Ставь какой-то Ну ладно Вот это без фотографии Я его выбрасываю, да? Удаляю Вопроса нету Все А то нету Главное Че ты? Че Я только сегодня это делал Вот Марьясову надо дать Знаешь, что он поставил фотографию А то он Замету его тут Андрей А какой это Андрей? Дробот вроде бы Дробот Но это глухонемой Он не знает И с него спрашивать нечего Ну вот так Понятно? Игнат Николаевич А Еще Спрошу Вот сергианство Я Как бы Сверяю свои мысли С вашими Сергианство Мое понимание такое Что сергианство И молчание Церкви То есть Господь говорит Идите проповедуйте Посылает церковь В лице апостолов Рассказать О воскресении Христовом То есть церковь Должна идти И проповедовать А сергианство Оно как бы Закрыло рот Запечатало Мы не будем Ничего говорить Мы будем молчать И делать то Что говорит власть Нет А сергианство Не в этом Сергианство Это не коллаборационисты А полное Абсолютное Подчинение Безбожьей власти Что вам угодно Только дайте нам Спокойно жить И иметь Структуру церковную Все А проповедовать Там об этом Речи даже нету И патриархия Не проповедовала Для нас Образец Всегда Апостольские времена А если в России В России Вот было 62-го года У баптистов Отделенная Совет церквей Они заплатили Огромные жертвы Но они делали Так как говорят Святые Апостолы Для нас Это пример У нас свой есть Но и тут Надо смотреть В наше время Это Недалекое Совсем И они сейчас Есть их общины Здесь Но они уже Расслаблены Не такие они Ну вот Советская власть Она Категорически Была против Того Чтобы Проповедовалась Ими Христов И главное Это Чтобы церковь Молчала Мне кажется Для них Для коммунистов Ничего не говорила О Христе Ну понимаешь Вот Не так оно Немножко Когда меня из тюрьмы Привез домой Он Полковник Потом ушел Полковник КГБ Никулин Юрий Михайлович И он говорит Своего златоуста Распространяя Хоть мешками И все Это советское время Это Восьмидесятый год Еще больше Десяти Десять лет До крушения Вот этого Конгломерата Несусветного И однако Вот я получил Не то что разрешение А я и делал А могли они запретить Ну запретить они могли Но я бы все равно делал Разные методы Надо изыскивать А тут не о том Что вы Не подчинились Это одно А то что церковь Подчинилась Этому диктату В этом заключается Сверхида Да Вот это Ваши радости Наши радости То есть Они дали Не просто Возможность Людям жить Где-то А полное подчинение Быть рабами И что скажут Каждую проповедь Если это А другие священники Не говорят Он должен был нести Уполномочия Он проверит И тогда можешь говорить Даже воины Ценецки это делал Даже он не мог Визитку издать Запретили И они подчинялись А они подчинялись Не подчиняйся ГУЛАГ И ты должен делать И должен в ГУЛАГе Пойдешь там И там проповедуй И там люди будут обращаться Я могу это говорить Потому что Видел это И делал Это Делал Ваше отличие Вы когда Говорите Что Именно вы Когда вас запрашивали В отличие от других Таких же узников Вы Проповедовали Христа Прямо в кабинете Там у них Да В главном управлении Алтайского края Там я им проповедовал А беда в том Что Священники И они молчат Не проповедуют Ну они С него спрашивают А нельзя В нем нет Духа Святого В нем нет этого огня Что он возьмет Когда сосуд пустой Ну он даже рот раскроет И больше ничего нет Он как рыба на льду У него нет ничего Я спрашиваю Глеба Яконина Сотрудничать Пытались Били Давили Половина срока Обещали скостить Чтобы сказал Откуда он взял Оригинал Доклада Фурова И распространил Что архиереи Все там подчиняются Клички их имена И проще Он не сказал Зоя Крахмани Каково я знал Баптистов Всех Они Трясли К сотрудничеству У меня не было Даже попытки Даже намека не было Даже единого раза не было Когда я был уже на свободе Уже перестройка была Я уже здесь На Никитина еще был И в это время Позвонил один Я не знаю кто Кажется Ардов Могу ошибиться Майор Скажите Игнатий Тихонович На этой неделе К вам кто-то приезжал Я говорю Что Ну приезжал или нет Нет Ну приезжал Не приезжал Два варианта И что дальше то Это Мой дом Мои гости Ну мы хотели Так подождите Вас как звать Да Андрей Михайлович Там Я так говорю просто Я говорю Вы мою биографию Посмотрите У вас По вашему ведомству Я проходил дважды И посмотрите С кем вы разговариваете И далее Что больше мне не звонили И не спрашивали Я вам не друг Не брат Не сват До свидания Положил трубку Все Больше ни разу Он не звонил Они люди грамотные Компетентные Как и называли Он это сделал Беспрося И я знаю потом И как разговаривает Вы маленько Так глядите С кем разговариваете Я знаю Какие ответы были Мне сказали Не про этот случай Про другой Вы будьте поаккуратней Когда меня посадили Этот полковник Ко мне приехал И говорит Я уже был на пенсии Я когда услышал Что вас судили Осудили Отправили В Жанатас Жабульской области Казахской ССР Я пришел В свое управление Алтайское краевое управление Государственной безопасности И говорю Что вы делаете Кого вы посадили Какого вы врага В нем нашли Ну уже осуждено Это уже тут Еще суд Суд Они не могли ломать И мне говорят Игнать Ильич Согласитесь Что у вас У нас дураков хватает Я говорю Ну Что сказать Мне это на пользу пошло Я приобрел опыт Пусть маленький опыт Но это был опыт Опыт Работы в вузах Я другого не знал И у меня может Нигде так продуктивно Не было Как в лагере Там где я на пересылках В тюрьмах был Когда я молился И сколько людей Становились на колени И вместе молились Они меня сразу заблокировали Меня оттасали в красный уголок А всех предупредили Кто с ним будет разговаривать Подходить Значит Вы сами знаете Еще вам будет А сам стоит Черенок лопаты Без лопаты Бьют черенком лопаты И один пришел Говорит Меня сегодня так били Говорит Я говорю За что Так я же с вами разговаривал Ну и что Так нам же сказали Не разговаривать Понятно Почту мне не отдавали На руки Вот такие Домашние письма Такие как из ООН Из Японии Там с Америки Но начальник Был очень хороший Политоотдел Кудериев Или Кудияров Не знаю И меня вызывал В кабинет Вытаскивал письма И я считал Иногда уйдет Я остаюсь Почитаю Искушение было Конечно Потихоньку Забрать Хотя бы одно Я благодарен Богу За все Когда мне нужно было Молиться Поплакать Он меня запирал В кабинете И я там Перед Богом Предстоял Вот у меня было так А у другого Как-то может по другому Я если молился В день Четыре-пять раз По полтора часа В среднем Молитва была у меня Это служба Вечерняя То до меня Вот здесь вот лежал Отец Олеферий Из Белового Посадили Который целыми днями Лежал только И все Лежал Пока, говорится Не вышел Не помер Вот У каждого свой путь Я иду Ну-ну Путь у каждого свой Но суть в том Что На вашем примере Можно понять Что Молчать нельзя Если ты знаешь истину Если Господь тебя привел В церковь То Это преступление Это грех Это Вообще Это Противление Богу Молчание Вот мне один и пишет Здесь Я не договорил Дальше Вот он У него ни фотографии Ни имени Ничего нет А раз Наверное Ну Я не знаю сколько Но не меньше 30 раз Присылает мне Сообщение Можно просчитать Только другу А я вдруг Друзья Мне принял Говорит Ты фотографию поставь Анкету И наконец Он раскрылся Мне вот столько-то лет Я живу У меня друзей нет Я никуда не хожу Только в церковь Только в церковь Только в церковь У меня друзей нет Я вижу Отвечать нечего Там полностью выжжено Я бы мог ему ответить А что ему отвечать Он Рад Что у него никого нет Он сидит один Он даже не знает За одно это Он будет осужден Ян Затауз говорит За одно это Если ты ищешь покоя За одно это Говорит Будешь уже в преисподней А у него друзей нету Я нигде не выставляю себя А зачем это Чтобы там Узнали Ну как знаю То есть Зарытый талант В платке Он пришел Свяжите по рукам И ногам И выбросьте У него никого нету У него ни врагов Ни друзей нету Он просто как тень Как премудрый пескарь У Салтыкова Щедрина То хвост То голова Выстанется из норки Он дрожал Умирал А могла щука проплывать Так и этот И он хвалится Я хотел бы ему ответить И местописание Еще раз Другой день И он все шлет И шлет Я ему сказал Больше мне не присылайте Иначе я в черный список Вас занесу И он тогда раскрылся Да я не хотел быть вашим другом Раз в 30 Просился у друзей Я не хотел быть другом Ну Бывают такие люди А когда девушки крутятся Ну а она ему Отказала там Или что-то Он тогда Да я просто пошутил Да разве ж Такие слова Можешь говорить Он потерял ее навсегда Как это Пошутил Да разве шутят с этим делом Когда для нее Это судьба Ее жизнь Так и этот А я не просился А я и не хотел Вашим другом быть Он меня к себе не приблизил Отвечать я ему не пытаюсь Ну и Не стал его не трогать Но больше он мне не присылает А себе раскрыл И в конце видно Пожалуй Я так много вам раскрыл О себе Никому я столько не говорил Ну я не говорю Кто это И поэтому я для всех говорю Нельзя так быть У меня много друзей А это что у вас 6 тысяч друзей Это это Фальшивые Там это Ну вроде совершенно Негодная Да Сегодня так Но когда В моем мире Майл.ру Возможно было посылать Сразу одним щелчком На 10 тысяч И вот 10 тысяч Могли одновременно 12 фотографий Получить В следующий раз Я набираю Прям тут же И мог я 12 тысяч Больших материалов По там По 3 тысячи знаков Отправить Это чего-то стоило Но потом видимо Власти поносили И сказали Закрыли Его Искуростали весь И он у меня Мертвый сейчас стоит Но власть Отняла эту возможность Мой мир Это была Самая лучшая система Это не фейсбук Там вообще нельзя работать Так Мертвая зона Живой журнал Да это такие люди Там нет пакости никакой Да образовалось Живой журнал У меня он есть Там ничего нету И поставил Ничего неизвестно А вот ВКонтакте ВКонтакте попроще Там лента Хотя бы идет И кто-то может Там где-то Что-то скажет Да и то В данном случае Вот сейчас Я нахожу Самое удобное Вот пока Это Ютуб Ютуб И если имеешь Свой форум Чтобы легко Поисковик работал Ну и проще И проще И проще А Мейл.ру Ну нельзя посылать На нем Ничего Я тогда Делаю надпись Короткое объявление Фотографирую А фотографии Можно посылать И в виде фотографии Я тогда его Рассылаю одновременно На всех Ну 6 тысяч Человек получают Ну 6 тысяч А ВКонтакте Я не могу ничего сделать Мейл.ру По-прежнему Движется еще Может чуть-чуть Вот так Так теперь Я тебе вопрос отдам Как Нина Филонова? Нина Нина у нее Материально Все в порядке Материально Так А духовно Немножко Там борьба У нее идет Поди с Сергием Самой Самой Собой А что у нее Там с племянницей Еще Собой Сама Собой А сама Собой Это что Она молится Пастится Жертвует Милосты Не подает Что у нее Сама Собой Ну Скажу Что Есть у нее Некоторые Привычки Которые Она не может От них Избавиться Никак Ну Надо узнать Хорошие Или плохие Привычки Она Она Боится Когда О ней Что-то Скажет И она Все время Держит ухо Востро И наблюдает Как бы отец Сергий Что-то не сказал Про нее Ну Это несовершенство И это Когда Заботятся Так То здесь Надо рассматривать Что она Занимает Большое положение И любое Вот такое Молва Поношение Может повредить Ее делу Но она К таким не Относится Это Человек Не отвергшийся Себе Отвергнись Себя Это Первый шаг Когда Отвергшийся Тебе Разницы Нету Топщут Тебя Давят Хвалят Тебе Все равно Потому что Прежнее Я умер А его Нету Павел Говорит Я умер Для мира И мир Для меня Умер Я для мира Умер Меня мир Ни за что Не считает Мое требие Мира Сор Всеми Попираем А мир Для меня Вообще Ничего Не значит Его привычки Наклонности Все эти Мне не нужны Сладости Радости Ну и скажите Скажи Отвергнись Себя Вот тебе Главный вопрос Главный Да У нее болезненно Это воспринимает Она Это не годится Это первый шаг В христианстве Иначе Скажи Все потеряешь Ты свое Гнилье Туда тащишь Ко Христу Наше Я должно Быть растоптано Отвергнись Павел говорит Смиряю Порабощаю Тело Мое Дабы Проповедую Другим Саму не оказаться Недостойным Там Неспасенным Ну и все Да Вот в этом Я вижу тоже Что у нее Что подозрительность Есть В отношении Некоторых людей И вот эта вот Боязнь Вот это вот Мнение чужого Ладно Это я ей скажу Обязательно Мама твоя как? Мама у меня Кстати Меня удивила Я вот В это воскресенье Были в церкви с ней Она купила устав МПРПЦ И сказала Я почитаю Посмотрю Что это такое За церковь И мне показывают Я говорю Я буду спрашивать Что мне непонятно Поклон ей передавай Скажи Мама Мама твоя Мне понравилась Игнатий Иванович Что удивительно Когда она Вот ей 85 лет Читает Евангелие Ну На русском языке Все читает Молится Интересуется И Не зажато Нигде Тело у нее Истощенное Конечно Там болезни Болячки Ох и ахи Но ум И разум Абсолютно светлый И такой понятливый Что мы с ней В общем контакт Имеем очень хороший Я говорю Устав взяла Казалось бы Кто берет устав МПРПЦ И хочет почитать Она взяла этот устав И сказал Я буду изучать И смотреть Что это такое Что представляет Наша вера В патриаршем разумении Так Про Сергея Добродеева Живой он или нет Контактов никаких нет У меня вообще Вообще исчез Нигде нету Вообще исчез И долг тебе не отдал он Ну долг Я уже это Думал что ладно А у меня интересно Недавно было такое Подходит ко мне человек И говорит У меня тут недавно Операция такая была Операция деловая Ну Он Получил Законные деньги Совершенно Работал там Подряд какой был Выполнил И деньги Я говорит Принес расчет Я говорю А какой Ну я же у вас в долг брал Я говорю А когда Ну я не знаю Лет 17 назад Неужели же я помню Лет 17 Так а вы мне дали Говорит Доллары дали Я с Америки Когда приехал Раздавал Тут помогал где-то И Я еще не женатый был А сейчас у него Ребятишек сколько Ну и Я говорит Перевел на сегодняшний курс Вот столько-то Ну Цифра так Пятизначная И Хорошая Я говорю Да я и про это не знаю Он деньги принес Я говорю Нет У меня в памяти Они вычеркнуты И я не нуждаюсь А ты только-только Начал оперяться И они тебе нужны Вообще Я не знаю Я не слышал Вот так Ну вот Человек с совестью Еще Другой случай Недавно Одна У меня на работе Один знакомый Он Даже Племянник мой Новосибирский Работал Уж скажу Я работал Где-то там На Железнодорожных Таких Организациях Ну и Женщины Подойти нельзя Они все Матерятся А он Сидит и считает И считает мою книгу Там Открытым оком Какой-то Она подошла Что ты все время Считаешь тут Он говорит Да это у меня дядя Говорит написал А ну дай мне Ну он дал И она посчитала С роду таких книг Не считала А ты еще есть у нее Говорит Да конечно есть Он еще дал Так она все книги приобрела И каких у нее Не хватало Пять Она сделала заказ И ей выслали Нет Наверное не пять Там даже больше набралось Может даже семь И вот недавно Поехали туда И ей отвезли Ну которые отвезли И говорят Ну сколько Да там немного Пять тысяч триста Я говорю Ну пусть он заберет себе их Как? Да вы уж столько давали Да как-то вот это все забыто Понимаешь Конечно Душа это приятно Что молодой человек Понимается На ноги он работает И где-то А я книги-то все равно Раздаю бесплатно Мне Буквально сегодня Сегодня Человек На заработках был Ну был несчастный случай Приехал решиться И выдавали Деньги Дает Уже сейчас поехал домой Сегодня тут он Рентген прошел Я говорю А я не нуждаюсь в этом Ну как же На благовестие Я говорю Ты на благовестие Откладывай там у себя Может когда-то поедешь Мне Я не езжу на благовестие Что не истратили Приехали Я все раздал В течение одной недели Подмел Подметелку Что было с тобой Ну а остальное Еще если где-то Будет видно где-то Я никуда больше Не собираюсь Но еще в пяти селах Были Я ни в одно не ездил Я отправляюсь Встречаю И все Делайте ребята Понимаешь У меня Многое делается Крутых поворотов В жизни Я успевал На каждом повороте Засеять поле Застолбить межу Ты песнопения наши Видел здесь На ютубе Вот Видел Видел Там пример к себе Своим воображением Витя поет Вот Ну и все И у тебя на душе Будет всегда радостно Я должник перед Богом Я должник И все встало А то мы грешные Многогрешные Супергрешные Мы святые Перед Богом Ощищенные кровью его А по делам несовершенно Это называется грехом Я сижу дома Ну какой я грех С Володей рядом Мы никогда не ссоримся Все по послушанию По согласию Он никакое неудовольствие Не выявляет Ко мне Может быть это и огорчил его С чем-то недовольны нет А Слава Христу Смеется только стоит Вот А то Бог нам так делает Пониже сделает Чтобы было видно Я разговариваю не в пустоту Еще Придут к священнику Там полчаса наверное Торчат У меня исповедь Две минуты Я совершаю полную молитву Что надо Ведение неведения В уме помышления Поклонился Все Я не знаю за собой ничего Но тем не оправдываюсь И в духовном плане Виновен во всем Там посмотрел Там полюбовался Там Огневался Вида то не подал Ну Уже практика жизни Но Я осознаю Что это несовершенство Но это меня не угнетает Нисколько Мой Господь Он силен исправить А если я буду себя Все время Грешнее по грешнее Вот так вот дальше Дальше Голова между колен Ну какой я буду работник Я должен так пройти Так Поздороваться Чтобы люди чувствовали Что здесь действительно Энергия Радость Радость жизни В любой обстановке Вот так Это такое мое разумение Ну я его подтверждаю жизнью Да Радость от встречи Звания Да Ты позвонил Тоже для меня радость Я говорю Сегодня только Тебя тут проходил Там дополучил И думаю Не звонит что-то Значит нужды во мне нету Я почему Нужда у вас Да Игнатик Нужда у вас есть всегда Ну рядом со мной Ваши книги Ваши ролики Вообще все Вы Собственно говоря Всегда рядом со мной Понимаете Я всегда хочу С вами поговорить И вы рядом Ну я далеко от вас Но все что вы сделали Все со мной рядом И это для меня Это то что возможно И чему я очень доволен Ну собственно говоря Это Ну я не знаю Ну в общем С чего мы начали Что думаете Ничего противозаконного нету И делайте Чтоб все было законно По слову Божию По конституции Мы законно Законно рождены У Христа И мы Добропорядочные Должны быть Граждане нашей страны И тогда До души легко Нет никакой необходимости Что-то нарушать У меня вот Билайн Опять начал ограблять Вот уже Вчера мы сходили Все это Закрыто лавочкой И я в прокуратуру Милицию Везде сдал письма Что миллионы людей Ограбляются у вас Под боком А вы не видите Если бы их никто Не крышевал Власти Было бы изменение Ясное дело Что там большие миллионы Крутятся С каждого человека Они снимают А какие это Услуги Услуги Она автоматически Подсовывает услуги Ну да А никаких услуг Ничего нету А люди Понимают Вижу Говорят Денег меньше А они по 5 рублей Каждый день У них ставка такая 5 рублей Если меня тогда Сняли Вот В 2 августе Обнаружили 1050 рублей Но 900 вернули А 150 нет А эти 20 рублей Только успели Их перехватили Я вчера От них только ушел А мне уже 20 рублей Они скинули И сказали Благодарим Это вам за то Что вы наши клиенты 20.00 И у меня опять вернулось На прежнее Жольничают Безбожники А это корень Всякого зла Сребролюбия Они увязли Им не выйти оттуда Им только Говорится Полохоть отрубать уже Это уже ничего не сделать Потому что Они получают Громадные деньги И они делятся И они Они не смогут сделать А если Отнять это Значит он на другом месте будет Он будет за столб Ухватиться И будет думать Что это сахарный столб Сосать начнет его Работать надо Знать, Яплыч Вот Церкви ничего не изменится Пока Вот Такой пример Есть это не убий Господь Не убей Господь говорит Это гнев На брата своего И скажет ему Рака Подлежит Гейне Угнему То есть Получается что Когда Я Не говорю Или молчу Или соглашаюсь С тем Что Допустим Благословляется Оружие Благословляется Идти на войну То есть Я Соучастник Являюсь Вот этого Того Что Являюсь Противником Слов Божиих И пока У нас Это в церкви Не поймут Что Слово Божие Должно Соблюдаться Неукротительно Раз Господь Сказал так Значит так И должно быть А все остальное Как вы говорите От лукавого Это лукавство Все Вот это пока Лукавство не исчезнет И уйдет Тогда не поймет Патриарх Там Епископы Священники И простые миряне Что именно Вот так Должно соблюдаться Слово Божие До тех пор Исправления Получается И не будет Так что Ну обо всех Мы не можем говорить Мы должны знать Во мне Во мне В тебе оно наступило Воевать я не пойду Как Шариков Говорил Понятно Мы не пойдем Нам Господь запретил это Но спасать Ранят На поле брани Мы обязаны пойти Но ни заряжающим Ни корректировщиком Огня быть не можем Да Ну Ладно Игнатий Иванович Не буду вас больше задерживать Спаси Христос Поклон всем верным Спасибо Христос Обязательно Ладно С Богом Отходи Погоди С Богом С Богом С Богом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому